Всем привет! Сегодня я буду заниматься своим садом. Нужно пересадить цветок, который сидит уже 15 лет в одном горшке. Заодно подстричь, чтобы он не превратился в дерево. Мы не знаем, как он называется. Нам его подарил сосед, когда переезжал. А свой цветок, дерево, буду пересаживать в серамис, гранулированный грунт для выращивания растений. В цветочных магазинах можно найти большое количество различных видов грунта для комнатных растений. Они отличаются по составу и областям применения. Такое разнообразие требует четкого понимания того, для чего используется конкретный вид. Среди всех субстанций особенно выделяется серамис. Надеюсь, я правильно произнесла. Любой цветок для хорошего роста нуждается в сбалансированном грунте, который позволит обеспечить растения всеми необходимыми питательными элементами. Настоящий прорыв в данной области осуществил гранулированный грунт серамис. Предлагаемый производителем из Германии. В его основе лежит глина, которая добывается в западных лесах Германии и обрабатывается особым запантинтованным образом. В течение 20 лет он завоевал свое место на рынке Западной Европы. Сейчас он используется для посадки комнатных растений, которые украшают как административные здания и офисы, так и гостиницы, фитнес-центры, а также частные дома. На постсоветском рынке данный грунт появился относительно недавно, однако уже успел приобрести многих поклонников. Грунт серамис состоит из мелких гранул. Эти гранулы поглощают влагу при поливе растения. Минеральный комплекс, который входит в их состав, растворяется в воде и постепенно поступает в растение. За счет того, что между гранулами есть небольшое расстояние, они способствуют легкому развитию корневой системы любого цветка. Использование такого типа грунта позволяет обеспечить оптимальный воздушно-водный баланс в корневой системе, что защищает ее от загнивания. В процессе использования субстанция не оседает и не уплотняется. Согласитесь, что качество и состав почвы главным образом влияют на урожайность. Перед использованием необходимо определить, из чего он сделан и каким растениям подходит. Этот заменитель почвы преимущественно состоит из глинистых гранул разного размера, обогащенных набором микроэлементов – азотом, фосфором и калием. Также серамист используется для выращивания пальм, фикусов, бонзай, лимонов и кактусов. Более того, его можно применить в качестве аквариумного грунта для разведения водорослей и прочих водных растений. Серамист, как и любой другой грунт, имеет свои достоинства и недостатки. Достоинств у него немало, к ним относят. Однажды купив субстрат, его можно использовать не один год, даже если цветок, который вы выращивали, погиб. Не нуждается в периодической замене, как это бывает с землей. Гранулированный грунт позволит выращивать цветок в красивых декоративных кашпо. При пересадке можно засыпать необходимое количество, что позволяет экономно его использовать. Серамист позволяет забыть о проблемах с залитыми подоконниками или грязью на них, так как он не требует использования горшков с поддонами. Используя этот заменитель грунта, не нужно переживать, что зальете цветок водой. Применение гранулированного грунта позволит защитить растения от возникновения плесени или вредных насекомых. Сбалансированный состав способствует быстрому росту цветка, при этом не требует вносить дополнительное удобрение. Если вы не хотите перевести на него свои цветы, допускается наличие земли. И очень важный момент. Если вы решили создать цветочную композицию из разных растений, которые требуют различные режимы полива, то гранулят, серамист идеально подойдет для ваших целей, так как каждый цветок будет брать ровно столько влаги, сколько ему требуется. А из недостатков многие пользователи относят дороговизну. Однако, если учесть срок использования и затраты на покупку, такой грунт оказывается значительно дешевле, чем его аналоги или всем привычная земля. И еще немаловажный момент. Если у вас пропал или заболел цветок, который рос в серамисе, не стоит спешить выбрасывать этот грунт. Достаточно тщательно промыть его и высушить в духовке. И он готов к повторному использованию. Продолжение следует... 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 Можно использовать химию, но у меня нет почти мха, а только 10 см иголки от сосны кедровой. Сделать качественный раствор – это еще не все. Важно выбрать правильное время для проведения очистки кровли. Есть три правила, которые нужно соблюдать, чтобы труд не пропал зря. Работы по нанесению очищающих растворов нужно проводить строго в сухую погоду. Если прошел дождь, то нужно переждать 2-3 дня перед обработкой. Прежде чем заняться очисткой крыши, желательно узнать прогноз погоды на ближайшие дни. Если намечается дождь или заморозки, то с работами стоит повременить. Работы по приведению кровли в первоначальный вид достаточно трудоемки, но реальны. В любом случае это сделать необходимо, если есть желание сохранить дом в хорошем состоянии и не доводить конструкцию до разрушения. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok